Один человек погиб в огне в одном из садовых товариществ в Тукаевском районе. Сильно обгоревшее тело нашли в том, что осталось от бани. Еще один пожар вспыхнул также в дачном товариществе, но, к счастью, уже без жертв. Анна Граднова продолжит тему. Сейчас на месте пожара в садовом товариществе Ивушка целыми остались лишь кирпичные стены. Все остальное превратилось в руины. Незадолго до произошедшего очевидцы заметили вблизи этого места посторонних людей. Однако свидетели сбиваются в показаниях, поэтому точная причина пожара еще не установлена. Рассматриваются две версии. Неосторожное обращение с огнем, либо поджог. За несколько часов до этого ночью в садовом товариществе Шельна загорелась баня. Спасателям соседи сказали, что там может быть человек. Родители ему, по-моему, не давали ключи от дома. И он там... Вчера вечером мы стояли там наверху. Прошел, сигарет попросил. Все. А ночью вот случилось. Соседи по даче объяснили пожарным, что находившийся внутри мужчина инвалид и передвигается на костылях. После тушения в ходе разбора завалов спасатели обнаружили его сильно обгоревшее тело. Со слов матери погибшего установлено, что на дачный участок ее сын приехал за две недели до возникновения пожара. Он все время проживал там. Когда было холодно, то есть жил в садовом доме, когда было холодно, то шел в баню и грелся в бане. Там же спал. Рассматриваются две версии. Неисправность отопительной печи или короткое замыкание электропроводки. Также специалистам предстоит установить причину смерти человека. Анна Городнова, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Вызов 112.